Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, Отец Назари. Сегодня у нас 25 декабря, а это значит, что по григорианскому календарю христиане сегодня празднуют Рождество Христово. Его еще иногда называют католическим Рождеством, но дело в том, что не только католики сегодня отмечают праздник Рождества, но и часть православных поместных церквей. И как так вышло? Нам всегда казалось, что православные всегда отмечают Рождество 7 января, а тут выясняется, что не все православные в этом сходятся. И во всех этих особенностях календаря мы постараемся сегодня разобраться с нашим сегодняшним гостем, отцом Максимом Портновым. Отец Максим, здравствуйте! Здравствуйте, отец Назари, здравствуйте, дорогие зрители! Отец Максим, рад вас снова видеть у нас в студии. И вот уже такой предпраздничный день. Очень хотелось бы разобраться с тем, что связано с календарем. Почему у нас так происходит, что есть два календаря? Есть календарь Григорианский, по которому мы все с вами живем. Есть календарь Юлианский, по которому живет церковь. Не могли бы вы нам разъяснить, в чем разница между календарями и как вот простому человеку вообще в этом во всем ориентироваться? Да, ориентироваться порой бывает сложно, особенно учитывая, что человек живет действительно по одному календарю, а когда переступает порог храма и начинает немножко углубляться в какие-то церковные моменты, с удивлением обнаруживает, что церковь живет немножко по другому календарю, и разница там ощутима. И этот вопрос действительно интересен. Причем он интересен еще в каком плане? Несмотря на то, что этот вопрос древний, то есть мы сейчас коснемся истории, он не потерял свою актуальность. И в целом мир и православная церковь в частности так или иначе постоянно возвращаются к этому вопросу. И обсуждение тех или иных моментов происходит на постоянной основе. Поэтому здесь действительно есть о чем поговорить и в чем разобраться. Ну, давайте начнем, как говорится, с истории. Вообще, в принципе, появление календарей связано, в первую очередь, с Гаем Юлием Цезарем, который до Рождества Христова в 1945 году принимает решение перейти на определенный календарь. Дело в том, что, несмотря на то, что Римская империя великая, много завоеваний было, культурное наследие огромное и так далее, у них была очень существенная проблема. У них не было очень долго постоянного какого-то всеми принимаемого календаря. И даже существовала такая шутка, что римские воины выигрывают те или иные сражения, но не знают когда, в какой день они это выигрывают. Потому что была вот эта вот путаница, разница. И когда, значит, Цезарь, в принципе, путешествовал, ну, как он, путешествовал с завоевательной точки зрения, но все равно, он попал в Египет и там встретил то, что вот мы, Тибуэль, называем календарем. То есть он познакомился с тем календарем, который практиковался у них. И он был почти такой же, как вот мы сейчас его представляем. То есть был разбит на 12 месяцев, значит, 365 дней, плюс вот еще 366 день, если это те или иные моменты географические, да, происходят. И в целом ему это понравилось, и он его перенес, значит, к себе. И тут важно сказать, что календарь — это дело именно вот общественного человеческого решения. То есть это сугубо вот в рамках того или иного человеческого общества или конкретно взятого государства, значит. И, в принципе, с этого момента они его там чуть-чуть под себя там доработали, и всех все устраивало. Значит, он, кстати, ввел Новый год как именно 1 января, то, что у нас сегодня совершается. Хотя это был сугубо политический момент, связанный с тем, что именно 1 января заступали на должность консулы. То есть там не было ничего сверхъестественного, просто вот именно такое политическое, значит, было решение. И вот, в принципе, с этого момента на всей Римской империи, которая тогда большей части, наверное, мира, значит, захватила, постепенно этот календарь вошел, и всех все устраивало, все было замечательно. И, значит, Рождество Христово, и дальнейшее развитие первых христиан, оно в целом осуществлялось именно под этим календарем, и никаких не было, значит, нареканий и так далее. И вот, когда Церковь освободилась от гонений, теперь уже переходим к вопросу, почему Церковь-то вообще на эту тему, значит, говорит о каких-то вещах календарных. А Церковь, когда освободилась от гонений, то возник вопрос сугубо церковный. То есть вот здесь уже сугубо внутреннее положение самой Церкви. А как праздновать Пасху? То есть по каким исчислениям нужно было чем руководствоваться, чтобы у всех Церквей было более-менее одно представление? Потому что на тот момент были разные традиции. И вот, в частности, как раз в Антиохии, это вот как раз Египет, вот те районы, уже была сформирована эта практика, и она была сформирована математиком, христианином, который потом стал епископом даже. Значит, и вот он сделал определенные подсчеты, значит, и создал вот некую формулу, скажем так, как можно высчитывать Пасху. В чем тут проблема? То есть почему нельзя просто установить некий день, значит, рождение, значит, как вот с Рождеством связано или с какими-то другими непереходящими праздниками, и все, и Пасху отмечают только в этот день. Это связано с тем, что иудеи, иудаизм, они по-другому календарю жили, связаны с лунными циклами. И получилось так, что вот отцы Первого Вселенского Собора в 325 году, они постановили, что есть некоторые условия, в которые должна попадать вот эта вот Пасха. И условия были следующие, то есть это обязательно после весеннего равноденствия, то есть это привязка к, скажем так, природному явлению, да, а внутри церковный момент, это нужно было, чтобы Пасха была не раньше, чем была иудейская Пасха. Это связано с библейскими текстами, думаю, православные христиане, если кто читал, знают, кто не читал, то иудейская Пасха совершился уже после того, как Христа распяли. И вот эти два главных условия, они должны соблюдаться. И так как иудейская Пасха плавает, то и получается, что и христианская Пасха тоже имеет такой плавающий почти в два месяца, значит, расстояние, состояние вот этого движения. И за основу вот этого исчисления Пасхали был взят как раз-таки ювелянский календарь, потому что он был прост, всех все устраивало в нем, и никто на тот момент не видел, что там есть одна маленькая погрешность. То есть там высчитывается, что, значит, 365 дней и четвертинка. Вот каждый четвертый год должен быть високосным. Значит, а оказалось математически, что это немножко не так. И с точки зрения природных явлений, там все немножечко более там и минуты, и секунды, сейчас не буду это углубляться, это, в принципе, не очень интересно. И вот, когда прошло определенное количество лет, а вообще-то полторы тысячи, ни многим, ни мало, мягко говоря, люди заметили, что происходит несовпадение календаря и того, что происходит в окружающем мире. И за вот эти вот столетия набежала существенная разница. И возникла проблема, как ее решать. И вот, значит, в 1582 году римским папой Григорием XIII принимается решение о создании нового календаря. Значит, создавал, понятное дело, не он сам, но в целом под его руководством. И, значит, вот этот вот григорианский календарь, он более точный с точки зрения астрономии, значит. И получается, что когда это решение было принято, то получилось, что разница набежала аж на целых 13 лет. И, значит, были там разные варианты принятия. 13 дней, простите, да, оговорился. 13 дней, и там разные были решения, либо там постепенно переходить. Ну вот они решили вот одним разом, раз, и перескочить. Значит, сразу стоит сказать, что далеко не все сразу приняли это решение. Многие, значит, католические, значит, страны, они с трудом порой принимали эти решения. Там уже иногда даже там вообще в 20 веке переходили. Но это вот их решение. А что же у нас? То есть как вот мы-то, значит, все это решаем? И вот наша страна, значит, спокойно жила себе по юлианскому календарю до 1918 года. Значит, всех все, опять же-таки, устраивало. Православные праздники совпадали с государственными. Порой мы друг от друга, значит, отталкивались какие-то события государственные, значит, перекликались с православными и так далее. И всех все устраивало, всем все нравилось. Но вот выходит декрет, значит, от советской власти, что, значит, 31 января 1918 года, а дальше наступает не 1 февраля, а наступает сразу 13 февраля. То есть мы эти дни просто вот вычеркнули, выкинули. Значит, и, соответственно, возник тогда вопрос уже внутри церковный. То есть опять вот обращу внимание наших зрителей на этот момент, что все эти процессы, они носят сугубо человеческие общественные решения. То есть вот в обществе так решили. Ну решили, решили. Если все общество это устраивает, да пожалуйста. Вообще никак. А вот внутри церковный вопрос, это как-то вот затрагивает или не затрагивает? И вот, значит, первое такое вот заседание было с только что избранным патриархом, значит, Тихоном. Они стали только этот момент, значит, обсуждать. И, значит, в целом в православном мире тоже этот вопрос обсуждался. Я вот немножко зачитаю, что в 1923 году в Константинополе состоялся собор восточных православных церквей. Такой всеправославный конгресс, скажем так. И вот на котором, значит, рассматривался этот вопрос и было принято решение не переходить на грегерианский стиль. Заметьте, да, интересный момент. Не переходить. Значит, и вот тут, кстати, такой интересный момент тоже. Был серским богословом разработан новый. И он называется у нас даже новогрегерианским. Он, значит, до 2800 года совпадает с грегерианским, а потом начинается там расхождение. И по факту многие, значит, западные церкви, они, православные церкви, они живут не совсем по грегерианскому календарю, как вот непосредственно католическая церковь, а получается по такому новогрегерианскому. То есть там чуть-чуть все-таки, но есть вот эта вот разница. А что же у нас? Значит, а у нас тоже, значит, было принято решение на вот этот переход, и этот календарь просуществовал 24 дня. 24 дня, и в первую очередь московские храмы, ну и в целом по стране православные храмы не приняли этот переход. То есть опять мы возвращаемся к тому, что именно вот общество не приняло вот эти какие-то новшества. Потому что настолько было привычно видеть те или иные праздники в определенные там дни и так далее, что вот внутрихристианское общество, оно сказало нет, мы не можем. Получается, дело просто в привычке? В этом только причина? Нет, там, конечно, есть еще ряд моментов. И в первую очередь он связан непосредственно с тем, как именно высчитывается Пасха. С одной стороны, вот этот вот Григорианский календарь, он более точный, астрономический, скажем так. Значит, учитывая там минуты и секунды, и погрешность в нем очень маленькая, ее практически там нету. Но вот именно Пасхалия, что для нас является главным самым, да, все-таки православной церкви, внутри опять нашего православного общества, все-таки она была разработана именно под юлианский стиль. И когда, значит, стали считать по григорианскому, значит, образу, то там началась очень существенная разница, с которой православная церковь, ну, никак не могла согласиться. Выше я говорил о том, что были несколько обязательных условий, связанных со способом вычисления дня Пасхи. Ну, в первую очередь понятно, что Пасха должна выпадать именно на воскресенье. То есть у нас это будет с ночи, с субботы на воскресенье, да. То есть она не может выпасть на пятницу или там на субботу, что, значит, это не приемлемо для нас, да. А, значит, но еще одними вот такими вот условиями, повторюсь, да, было, что это должно быть после весеннего равноденствия. И самое главное, не раньше иудейской Пасхи. Отец Максим, получается, как бы две причины. То есть первая причина – это просто уже привычка, вторая причина – это празднование Пасхи. А не может быть все-таки такой момент, что, ну, как-то вот церковь опять, значит, тормозит общество, не хочет идти в ногу со временем, то есть не может быть, вот, скажем так, какого-то консерватизма, что ли, вот ко всем каким-то изменениям, которые происходят в мире, церковь вот немножко всегда так с опаской смотрит. Не может это являться причиной? Нет, потому что мы же с вами, вот, с тобой очень непосредственно спокойно существуем в греголианском стиле, в том плане, что наши дни рождения, наших детей мы отмечаем все-таки по греголианскому календарю. Я понял. Ну, хорошо, допустим, ладно, с Пасхой все понятно, но Рождество-то почему мы празднуем в разные дни? То есть есть православные поместные церкви, которые сегодня, 25 декабря, празднуют Рождество. Как это так? Ну, мы же православные. То есть нету здесь какой-то проблемы, может быть, догматической или богословской, что вот мы в разное время совершаем празднование. Здесь нет какой-то вот проблемы у христиан? Нет, проблемы нет никакой, потому что и внутри православной церкви мы празднуем, значит, Рождество Христово, 25 декабря. Это как так? Ну, вот старый вот этот вот стиль, так как вот перешагнули в 1918 году, наша страна, да, перешагнула, сразу на 13 дней, значит, переключилась, то вот православная церковь, она осталась вот в этом юлианском календаре. И получается, что чисто вот так вот с внешней точки зрения у нас, по идее, получается совпадение, что по церковным всем календарям это тоже 25 декабря, и проблематики здесь нет никакой. Да, в западных странах есть еще один важный момент, который у нас, к сожалению, вот нарушился из-за вот этого перехода. У них более логично все получается, у них Новый год следует сразу после Рождества Христова. Вот я тоже про это хотел сказать, это более правильно, и пост заканчивается, и праздник как-то вот, да. И ведь вот вспомним реформу Петра Первого, он же опять же-таки перенес Новый год на 1 января. Я чуть-чуть забыл сказать, что когда Константин Великий создавал уже свой календарь в Византии, то он, значит, 1 сентября сделал Новым годом. Ну, опять, это сугубо политическое было, значит, там решение. Но вот и церковный календарь, он тоже вел летоисчисления. Начало индикта это у нас называется 1 сентября, и у нас школы 1 сентября начинают свой учебный год, поэтому все школы сугубо православные, они начинают год 1 сентября. А Петр Первый опять ввел на 1 января, и он руководствовался не какими-то политическими соображениями, а несмотря на, ну, что он такой весь реформатор, и он вроде как вот, как раз вы очень говорите, с ногу шел со временем и смотрел на Запад, он это вводил как раз-таки сугубо из религиозных побуждений. Потому что Рождество Христово для нас — это начало, это свет, пришел в мир. И поэтому логичнее сначала отпраздновать как раз-таки Рождество, а потом уже на святки приходились и, значит, празднования Нового года, и все, всех опять же-таки устраивало. Но и для нас на самом деле это не является проблемой. Ведь тут как подойти к этому празднованию того, что нам сегодня общество, значит, у нас как же получается, да, если подходить уже теперь непосредственно к нашему Рождеству Христову, то у нас получается, что начиная там в основном с 31 декабря у людей начинаются, значит, каникулы, значит, заканчивается основная работа, значит, все люди уходят, значит, по домам, встречают Новый год. Но у православных христиан с 1 января начинается строгий пост. Как так? Что же делать? Вот, то есть все, наоборот, значит, празднуют, оливье там на столах, значит, выступление Владимира Владимировича смотрим и так далее. А, значит, православные говорят, нет, все, до этого рыбку можно было есть, теперь рыбу нельзя есть. Мы даже это обсуждали в одном из наших выпусков, как быть в этой ситуации. Значит, ну вот, может быть, повторюсь, но для православных христиан, христиан, это вообще не проблема. Наоборот, это же колоссальная возможность. Ведь смотрите, мы все завязаны на нашу работу. Или мы завязаны на наших детей, которые ходят в школу. И, соответственно, мы порой не можем вырваться в храм, просто потому что мы идем с утра на обычную работу светскую. Моя супруга учится и работает, она тоже привязана ко всем этим моментам, да. А, значит, и в ущерб порой учебе приходится там выходить на, значит, службы, если в будни выпадают праздники, как вот какие-то у нас 25-го, опять же-таки, у нас декабря празднует святитель Спиридон Тремифунский, да. Значит, и здесь мы можем увидеть очень интересную возможность, что так как официально объявлены выходные, праздничные, у детей объявлены каникулы, никто вам не запрещает ночью встретить Новый год. Причем существует замечательная традиция, и я несколько раз в ней участвовал, вот подумывая еще, значит, в храмах стали совершаться службы прям непосредственно в ночь с 31-го на 1-й январе. Это замечательная практика. Мне очень понравился, когда был в храме как раз-таки святителя Спиридона Тремифунского в Самаре. Это замечательно, здорово, когда на улице люди празднуют начало нового календаря, а мы празднуем преддверие такого Рождества и начало тоже нового календаря. Ведь календарь-то у нас тоже православный. Как бы вот там советская власть не относилась к православным церквям, как бы она не старалась их, значит, там как-то уничижить, палки, колеса поставить и так далее, они все равно не смогли опять вот эту человеческую тенденцию изменить. Как мы праздновали начало человеческого календаря именно с точки зрения Рождества Христова. То есть у нас 2023 от Рождества Христова, не от какого-то другого рождения там Кесаря или строительства Рима или там Византии или еще чего-то, или там Советского Союза, например. Не создала же такой календарь советская власть. Нет, продолжаем праздновать от Рождества Христова. Поэтому почему бы и 1 января Нового года не воспринять именно вот, что это Рождество, именно Христово, новый начался год от Него. Ну да, конечно, мир попытался все-таки эту пилюлю такую вставить, и они стали говорить, вот есть, значит, до нашей эры, вот, и вот есть наша эра. То есть они так вот решили убрать все-таки Христа. Вот, но все-таки все равно мы имеем возможность это делать. Поэтому опять, вот повторюсь, есть выходные, есть каникулы у детей, поэтому есть прекрасная возможность пойти в храм, помолиться вместе с православными людьми. Наконец-то, значит, Кесарю мы уже отдали все на протяжении всего года, да, значит, теперь можно отдать Божие, Богове, и пойти вот в православный храм, помолиться за свою страну, помолиться за своих детей, помолиться за себя, чтобы Новый год у нас начался новым, значит, видом, образом и так далее. С православным, с Богом в руках, в сердце и в головах. Отец Максим, ну, получается, вот опять же, возвращаясь к нашей теме календаря различных дат празднования Рождества Христова, получается, если, допустим, мы, да, не будем трогать Пасхалию, да, празднование Пасхи, но в теории, как бы, нет ничего крамольного в том, что, например, перенести празднование Пасхи, там, на 25-е. Допустим, если общество церковное, если люди верующие будут к этому готовы, правильно? На самом деле, да. То есть, если нет никаких богословских, догматических проблем, это то, что сама церковь, сами люди, то есть, от него высчитали точную дату, вот именно в этот день родился Христос, вот ровно в этот день и ровно в это время. То есть, это, скорее, определенно тоже некий символ, да, и напоминание нам. Вот, но в теории это возможно. И вытекает соответствующий вопрос, человек, например, где-нибудь там за границей, да, попал в православный храм, да, где совершается празднование 25-го декабря Рождества Христова, он может 25-го декабря там в храме, в православном отметить праздник? Да, конечно. Проблем нет никаких. Нет, вообще, вот к католикам ходить не надо, а значит, мы православные. Нет, мы про православные говорим, да, да, это конечно. А к православным нашим братьям, христианам, пожалуйста, то есть, вот, если их общество решило, что они будут жить вот по этому новогрегрианскому календарю, это не проблема. Я зачитаю, какие у нас есть православные церкви, значит, которые живут по вот этому новогрегрианскому, значит, ново-юлянскому, он называется, календарю. Значит, это у нас Болгария, Румыния, Константинополь, Кипр, Эллада, Александрия, Антиохия, Албания и Америка. По факту, вот, грегрианским календарем, чисто грегрианским, пользуется только финская православная церковь. Только вот она из православных. А вот остались в чисто юлианском календаре следующие церкви. Это русская, в которой мы находимся, иерусалимская, грузинская, сербская, польская, чешская, словацкая, святая гора Афон, она отдельно, хотя она в юридикцию Константинополя входит, но все равно она отдельно, значит, осталась. Китайская и японская. Вот эти православные церкви полностью находятся в юлианском календаре, поэтому, если будете в этих странах, вот, спокойно идите, значит, с 6 на 7 января, вот, встречать вместе с всеми другими православными храмами наш замечательный праздник Рождества Христова. Аминь. Спасибо, отец Максим, за добрую беседу. Будем надеяться, что календарь не будет очередным камнем преткновения в среде христиан, но мы все в эти праздничные дни, в праздник Рождества Христова будем едины в своей вере во Христа и едины в радости о Его Святом Рождестве. Спасибо, отец Максим. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Напоминаю, что свои вопросы вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте. Группа телеканала Самарагис, раздел передачи «Просто о вере». Ангелы всем хранителя, с Богом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин